Привет, друзья! Вы на канале Сектор Джаза, и сегодня мы с вами разберем песню про лето. Вот оно, какое наше лето! Не эту. Я так хочу, чтобы лето не кончало! И даже не эту, а вот эту. Конечно, такую мелодию, как Summer Time, знает любой музыкант, и академический, и джазмен. И у этой темы невероятное количество коверов. Обычно в рубрике «Разбора стандартов» я рассказываю о форме стандарта, о гармонии, и о том, как на этот стандарт импровизировать, какие лоды можно применять в соло. И на канале есть отдельный плейлист, где вы можете посмотреть все видео только с разборами стандартов. Но в случае с Summer Time будет немножко по-другому. Мы начинаем! Начну, как обычно, с формы и гармонии. Summer Time представляет из собой 16 тактов, две части по 8 тактов. По сути, это А1 и А2, которые чуть по-разному заканчиваются. Первый вариант гармонии, который мы рассмотрим, оригинальный из оперы «Порги и без». Очевидная простота мелодии перекрывается тем, что мы видим соотношение двух минорных аккордов с секстой на расстоянии тона друг от друга. И мы на протяжении четырех тактов как бы кочуем из ля минора в си минор. Но потом происходит довольно простая история. Мы видим субдоминанту в пятом такте, и в седьмом такте видим доминантовый аккорд. А вторая часть А отличается тем, что мы в пятом такте приходим в параллельный мажор, и внутри него звучит привычный нам тёрн-раунд, либо 1-6-2-5, который в седьмом такте не разрешается, как казалось бы, в домажор, а возвращается в исходный ля минор. Вот, казалось бы, и всё, вот и весь разбор. Но нет, самое там история немножечко другая, и сегодня я на этом канале включу режим душнивы. Знаете, большинство из тех тем, которые стали джазовыми стандартами, это мелодии из мюзиклов. То есть, по сути своей, это хиты своего времени. И мюзиклы до определенной эпохи, конечно же, имели чисто развлекательный характер и были направлены на массовую аудиторию. И мне, как музыканту и аранжировщику, откровенно наплевать, когда кто-то берёт любой джазовый стандарт и играет его либо в самби, либо в сальсе, либо в свинге, либо в балладе, либо в танго на 11-16-х. Правда, всё равно, делайте, что хотите. Это ни на что не влияет, работайте с материалом вообще как вам угодно. Но это, на мой взгляд, вообще не касается саммотайм. Я объясню, почему. Джордж Гершвин написал «Порги и без» как оперу. То есть, это не мюзикл, это другой жанр, куда более серьёзный. И, собственно, колыбельная саммотайм звучит в этой опере несколько раз. И самое главное, что она звучит в начале, и она звучит ближе к концу. И исполняется разными героинями. Почему это так важно, и почему я в данном случае включил режим душнилы? Гершвин написал оперу, в которой поднимаются вопросы социального неравенства, расового неравенства, алкоголизма, наркомании, любви и ненависти. Это очень сложное и глубокое по тематике произведение. И размещая саммотайм по краям произведения, мы совсем по-другому смотрим на слова о том, что «Твой папа богат», «Твоя мама прекрасна». Потому что в начале произведения это поёт бедная негритянская женщина, муж которой простой рыбак, и вряд ли они смогут очень сильно разбогатеть. А к концу оперы эту же самую колыбельную поёт главная героиня в тот момент, когда у ребёнка уже нет ни мамы, ни папы, они погибли. И поэтому это огромная трагедия, и чисто человеческая, и афроамериканская в данном случае. И поэтому я для себя сделал вывод о том, что я не могу серьёзно относиться к музыкантам, которые берут саммотайм и студийно записывают, например, в весёлой самбе или в каком-нибудь дискофанке. На мой взгляд, это глубокое неуважение как к автору, так и к идее, которую он закладывал. И если с инструментальными вариантами плюс-минус можно мириться, хотя тоже нет, зачем играть конкретно с саммотайм, если вы хотите сыграть просто какую-то минорную песню? Берите любую минорную песню, играйте их сотни и тысячи. А с вокальными точно я никогда не буду мириться. И наткнувшись на вариант, например, прекрасной артистки Ланы Дел Рей, я понимаю, что она массовый артист, и что как массовый артист она делает очень много для того, чтобы люди научились слушать разную музыку. Но зачем ты берёшь саммотайм и тем более записываешь вот такой клип? Если ты хотела сделать песню про лето, то можно было, например, записать на такую песню. Правда же, ничего не поменялось. К сожалению, примеров, которые не выдерживают критики, довольно много. Но я хочу отметить именно те примеры, которые занимают важное место в музыке. И обратите внимание, в каком настроении записывали эту тему просто легенды джаза. Элла Фиджеральд, Кармен Макрей. Очень глубокий вариант от Энни Ленокс. И примерно такое же настроение продолжает и Нора Джонс. На варианте Норы чуть-чуть притормозим и обсудим, как поменялась гармонизация этой темы по сравнению с оригиналом. Как видите, идея из оригинала о том, что второй аккорд это минор с шагом в один тон, она отказалась. И заменяет его либо на субдоминанту, либо на доминанту. И в целом мы видим больше идей, связанных с традиционной посредственностью 2-5-1. И я специально для вас собрал свой вариант гармонизации, который понемножку украл у разных музыкантов, в том числе у инструменталистов. И по сути этот вариант гармонизации, он джазовый, в нем очень много посредственностей 2-5. И каких-то идей, о которых я рассказывал в своем эпизоде «Регармонизация здорового музыканта». Все варианты гармонизации, о которых я говорю в этом выпуске, вы можете посмотреть по ссылке в описании, спокойно скачать, спокойно проанализировать и послушать оригиналы. Ну и конечно я не мог пройти мимо своей любимой Терни Саттон. И ее вариант честно меня вскрывает, потому что он очень эмоционален и очень силен. Как видите, Терни и ее музыканты решили сделать самое тайм в размере 3 четверти, и при этом по ощущениям это even eights, да, то есть это не джаз-вальс, а это 3 четверти с прямыми восьмушками, не засфингованными. И основной идеей служит басовый рифф и другая гармонизация первых тактов. Мы видим такое соотношение, как основной минор, в данном случае соль минор, и минор на два тона ниже, то есть ми бемоль минор в данном случае. И даже если взглянуть на эти тональности по квартоквинтовому кругу, они будут очень далеко друг от друга, поэтому это соотношение звучит очень интересно и очень трагично. Также из интересных решений это доминантовый аккорд на четвертой ступени в пятом такте вместо минорного. И самое сильное решение это вторая А, в которой именно поется про маму и папу, и она решена в тональности на полтона ниже от первоначального, тем самым как бы усиливается трагизм этой песни. И плюс вот эта остановка и расширение на словах «мама» и «папа» и три нисходящих аккорда вниз. Кстати, на тему этих аккордов я не совсем уверен, потому что там не играет бас. И если вы, например, более точно слышите фортепианную фактуру, то можете написать в комментариях, какие же там три аккорда. Я буду вам безумно благодарен. И, конечно, я бы рекомендовал вам послушать все варианты, о которых я говорил в этом выпуске. И, конечно, отдельно уделить внимание «Терни Сатан». И для меня немножко странная история, что два эпизода, которые я посвятил «Терни Сатан», не так активно просматриваются на моем канале. И если вы не знали об этой артистке, и я сейчас вас зацепил аранжировкой про «Саммертайм», то посмотрите и те два выпуска, они тоже довольно-таки интересны. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Вы знаете, как поддержать канал. Пока что все очень просто. Сердечко, подписка и рассказать об этом другу. С вами был Дима Семенищев. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!